Друзья, всем привет! С вами Владимир Зайцев. Вы смотрите рубрику 101 совет, как похудеть. Сегодня мы говорим о полезных овощах. О зелени мы уже немного говорили, а вот овощи мы как-то не разбирали. И в общем-то, что у нас относится у русских людей к овощам? Это, наверное, помидоры и огурцы. Так вот, я сразу вам скажу, что ни помидоров, ни огурцов в моем рационе питания нет. Объясню почему. Потому что, как правило, мы сразу начинаем говорить о салате. Мы говорим о том, что мы их должны порезать, мы их должны посолить, а соль задерживает воду в организме человека. Мы должны налить масло, ну хотя бы растительного масла, наверное, лучше оливкового. И оливкового масла будет очень и очень много. Или мы говорим про майонез. Полезен ли майонез или вреден? Я думаю, что на этот вопрос мне отвечать вам не нужно. Понятно, что абсолютно бесполезен. И самое главное, что вреден. И вот и получается, что чуть-чуть, каким-то небольшим количеством вы не обойдетесь. Но вреда в этом больше, чем пользы. В чем может быть польза? В каких овощах? Дайкон. Прекрасно. Редис. Прекрасно. Репа. Прекрасно. Морковь. Отлично. Вот это основа, которая желательно, чтобы была в каждом холодильнике нашей страны. Вот если такие овощи есть, это отлично. Туда же можем мы отнести сладкий перец. Тоже, как прекрасное лакомство для нас, любимых. Пожалуйста, покупайте. Вот все перечисленное. Безусловно, помидоры и огурцы тоже будут присутствовать в вашем рационе питания. Но как какой-то не основной продукт. Не продукт каждого дня. Но если вы имеете, помимо зелени, сладкий перец, дайкон, репу, редис, морковь, это совершенно замечательно. Про фрукты, какие фрукты есть, какие не есть, мы поговорим отдельно. Но то, о чем мы говорим сегодня, это очень-очень важно. Друзья, я хочу, чтобы вы были бодры, веселы, стройны. И чтобы все в вашей жизни было хорошо.